Максим Решетников, официально назначен исполняющим обязанности губернатора края, занять пост чиновнику предложил Владимир Путин. Свинокомплекс «Пермский» станет рентабельным. К середине этого года на предприятии начнется крупная модернизация. По итогам года в Прикамье и Краевой столице снизилась стоимость земли. О развитии ситуации в 2017-м рассказали эксперты. Новости на РБК «Перм» в студии Станислав Загайнов. Здравствуйте. Максим Решетников назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края. Президент России сегодня принял отставку Виктора Басаргина. Сегодня состоялась встреча Владимира Путина с занимающим должность министра правительства Москвы Максимом Решетниковым, на который президент предложил чиновнику возглавить Пермский край. Господин Решетников принял предложение, поблагодарив президента за доверие. Основными направлениями работы на новом посту временно исполняющий обязанности губернатора назвал социальную защиту и развитие социальной сферы, также развитие экономики и промышленности. Но ранее на специальной пресс-конференции Виктор Басаргин заявил о своей отставке. Досрочное сложение полномочий господин Басаргин объяснил тем, что не намерен участвовать в следующих губернаторских выборах. Кандидат, выдвинутый президентом, должен адаптироваться к условиям работы в Пермском крае и до единого дня голосования, который состоится в сентябре, найти взаимодействие с жителями и представителями бизнеса региона. Виктор Басаргин был назначен губернатором Пермского края в мае 2012 года. Ранее он занимал пост министра регионального развития России. Прошлую осенью, подводя итоги прошедших в регионе выборов, губернатор заявил, что будет участвовать в кампании 2017 года, если получит одобрение Владимира Путина. В начале года губернатор завершил первый этап инициированной им административной реформы, в ходе которой он лично возглавил региональный кабинет министров. Уже к апрелю этого года свинокомплекс Пермский станет рентабельным и у него появится возможность снижать свою кредиторскую задолженность. Об этом рассказал арендатор предприятия. Общая задолженность на момент вхождения на него инвестора в лице группы Синергия в прошлом году составляла более 1 миллиарда рублей. Планируется, что уже к лету этого года на предприятии начнется крупная модернизация одного из производственных комплексов СВК-2. Произойдет полная очистка помещений и, обеспечив санитарный разрыв в полгода, в начале 2018 года начнутся строительные работы. Выход на проектные производственные мощности намечен на конец следующего года. Очень существенно вырастет мощность комплекса. Если раньше он мог производить 14 тысяч тонн мяса в живом весе, то сегодня это порядка 21 тысяч тонн за счет современных инновационных технологий. На текущий момент оценочная стоимость инвестиций в данный объект 1,4 миллиарда рублей, но она уточняется. Все будет зависеть еще и от курса доллара-евро, поскольку часть оборудования будут импортными. Цель предприятия на этот год – уйти от реализации своей продукции через сторонних ритейлеров. Для этого на свинокомплексе планируют открыть более 300 фирменных магазинов. 200 из них будут находиться на территории Пермского края, 100 в Омской области. На текущий момент на территории двух регионов запущено уже 75 торговых точек. Падение стоимости земельных участков в Прикаме зафиксировано по всему краю. Статистику по итогам года подготовил аналитический центр Медиана. Так, в течение прошлого года падение стоимости земли в черте города Перми составило более 8%. В отдаленных районах падение еще выше, свыше 9%. Средний краевой показатель – минус 3,5%. Эксперты объясняют такую тенденцию с сокращением платежеспособного спроса и покупательской способности. По их словам, они не заметили роста деловой активности в конце прошлого года. К тому же сезонного всплеска весной этого года, по их прогнозам, может так и не быть. Есть предположение, что не будет провала в зимний период в феврале и в марте. Поэтому думаю, что количество сделок, оно немножко еще подсократится. Но серьезного колебания в цене его не будет, потому что земля не требует серьезных вложений на сегодняшний день и не очень больших затрат в содержании. По словам экспертов, в связи с переходом от расчета налога недвижимости от инвентаризационной стоимости к кадастровой, не ожидается резкого увеличения сборов на недвижимость. Таким образом, стоимость владения землей существенно не увеличится. Если собственники и будут снижать цены, то это будет делаться под конкретное предложение покупателям. На пока все. Далее прогноз погоды. Оставайтесь на РБК. РБК Перм. Дело. Затраты. Сократить нельзя оптимизировать. Сегодня в 19.35. РБК Перм. Дело. Затраты. РБК Перм. Дело. Затраты. РБК Перм. Дело. Затраты.